Адские звуки В целом, если посчитать, то адские мелодии намного страшнее тех, что появляются в шахтах. Причем есть определенные биомы в аду, которые пугают игрока больше, чем другие, то есть по звукам биом хардкорней. Спавн звука в аду происходит намного чаще, чем в пещерах обычного мира, так как звук может появиться только в пустом блоке воздуха. В шахте таких мало, а вот в аду, хоть и Незер это и есть огромная шахта, закрытая с двух сторон, места все равно больше. И что интересно, на весь обычный мир приходится около 19 звуков. В тот момент, как в аду их 20 штук на один биом, то есть в общей сумме около сотни мелодий. Отправимся в горячий тур по биомам. Первым местом будут самые радиоактивные земли в Майнкрафте. Место полное пепло и дом для адских слизней. Добро пожаловать в базальтовые дельты. Радиационный фон в дельтах зашкаливает. Это игрок может понять по звуковым дорожкам под названием клики базальтовых дельт. Дозиметр. Так называется прибор, который издает эти звуки, если рядом находится радиоактивная вещь. Но гуляя по базальтовым дельтам везде можно услышать эти мелодии. В реальной жизни радиация исходит от самой планеты. Чем глубже мы ее копаем, тем ее больше. Потому что мы ближе к центру земли, в ядре которого происходят постоянные реакции ядерного синтеза. В Майнкрафте, построив портал, мы переносимся под бедрок, то бишь под земную кору. Сказать, что ад это ядро планеты нельзя, но мы явно стали ближе к нему. К тому же базальтовые дельты это самый залитый лавой биом. Ведь базальт тут это застывшая лава в прошлом. Ну а теперь мысленно замените ее и представьте, что тут творилось до прихода нашего игрока, пока лава не застыла. Откуда у игрока дозиметр, раз он слышит эти звуки, это уже другой вопрос. Хотя просто держите у себя в голове, что в игроке полно разных приборов, пусть и невидимых. Но он же как-то знает точные координаты своего местонахождения, ну или уровень освещения и так далее. Кроме звуков радиации встречаются и тяжелые звуки металла. Скорее всего не что иное, как звуки цепей, которые висят в бастионах. Звуки дельт наполнены мелодиями, где скалы базальта откалываются и падают в лавовые озера. Слышны звуки кипящей лавы и извержения магмы. Но среди прочих фоновых звуков есть также и звуки пролетающего досаждателя и его смеха. Сейчас я вам дам прослушать эти звуки. Где-то вдалеке пролетел векс, скорее всего этот звук доносится с долины душ. Такое чувство, что в аду есть гремучая змея или стрекоза. Единственные предположения, которые могут быть, это стрекотание страйдеров и хусиками. Как-то давно я уже говорил, что с помощью них они общаются и улавливают вибрации. И вполне вероятно, что это звуки стрекотания страйдеров. Просто они доносятся издалека, что искажает звук до неузнаваемости. Долина душ. Единственное место, где большая часть звуков это иллюзия. Игрок, гуляя по данным просторам, постоянно слышит в ушах тихий шепот. Сама долина душ является хранилищем, неким архивом для всего мира Майнкрафта, где собраны тела, останки и души тех, кто когда-то жил. Игроку шепчет земля, почва и песок, по которому он ходит. Песок душ тянет игрока вниз, замедляя его, и шепот, скорее всего, предвещает его ближайшую смерть. Именно отсюда вызыватель собирает души и призывает их в обычный мир. Да и песок душ, по сути, состоит из этих самых вексов. Он живой, ведь когда его ставит или добывает игрок, то он вздыхает с мучением. Да, из песка душ досаждателя не соберешь. Но собрать можно и сушителя, у которого тело обладает приметами досаждателя, только большого. А еще звуки. Находясь в долине душ, реально можно услышать звуки досаждателя. Только без смеха, ведь смеются они только тогда, когда на кого-то нападают. А тут они просто покоятся, и звук пролетевшего вдалеке досаждателя тому в пример. Откуда-то издалека слышны звуки мычания огромных существ. Возможно, это те самые существа, кости которых остались в долине душ. Этим существам не обязательно быть сейчас, чтобы издавать такие звуки. Они скорее сохранились в этом хранилище, как забывание души этих огромных, некогда жителей адского измерения. Четвертая дорожка голоса долины душ внушает игроку еще больше страх. Ведь это крик о помощи человека, не какого-то пиглина, не жителя, а именно игрока, который похож на нашего персонажа. Так и хочется рвануться с места, быстро дойти до источника звука, посмотреть, кто звал на помощь. Скорее всего, вы разочаруетесь, ведь все голоса помощи, что издаются тут, всего-то иллюзия в голове игрока. Игроки были тут, но придя на помощь зовущего, вы обнаружите, что они уже давно мертвы. Искажение. Самое страшное место адского измерения. Это земли глюков и иллюзии, земли эндерменов и искаженного заражения. Пытаясь выжить в лесу, вам будет часто слышаться звуки помех радиосвязи. Конечно, есть предположение, что это эффект самого окружения, мол, перед игроком все пространство искажено. И оно периодически глючит, издавая звуки помех. Но все ломается, когда мы через эту самую рацию слышим, как кто-то шкребет по ней когтями. Я уже предположил, что у игрока с собой куча приборов, которые никак не отмечены. Но складывается и впечатление, что у него и рация с собой. Но куда страшнее не это, ведь неплохо иметь рацию, плохо ее иметь, если ты один в мире, а по второй рации тебе кто-то внезапно начинает отвечать. В лесу много эндерменов. Откуда они тут взялись, вы можете узнать из моей отдельной теории про искажения. Довольно старое, но интересное видео. Однако издалека же и доносятся звуки, как эндермен гонится за кем-то в искаженном лесу. И затем звук обрывается тем, что оба телепортируются. Можно предположить, что это эндер-чешуйница. Странники Край на них всегда нападают. И они оба телепортируются, что звучит логично. Скорее всего, кто-то вдалеке привязал компас ко магнититу. Ведь именно такие звуки бывают, когда компасом кликаешь по магниту. Это не идет вровень ни с чем. Где-то издалека раздался тяжелый смех с выдохом. И других вариантов нет, кроме того, как за нашим игроком просто кто-то следит. Чтобы начать предполагать, кто это, достаточно подумать, что в Майнкрафте могут смеяться только разбойники, и то, когда выиграли осаду деревни, но разбойникам тут далеко не место, искажение-то не их территория. И у нас остается только одно предположение, что это мог быть звук эфрита издалека с его характерным тяжелым выдохом. Или же кто-то, кто следит за нашими подвигами в мире Майнкрафта, и о ком нашему персонажу только предстоит узнать. Сильный ветер и скрип деревьев, добро пожаловать в Багровый лес. Вместо обитания пиглинов и хоглинов, это натуральная обликада и то, как он должен выглядеть без искажения или страдающих душ. Единственный биом, где деревья говорят с игроком. И это сейчас была не шутка. Деревья, что вы называете, на самом деле грибы просто огромных размеров. А живые они не потому, что это органика и каждая трава живая. Живые они потому, что по ним течет реальная кровь. Звуковая дорожка номер 4 окружающей среды Багрового леса говорит нам о том, что кто-то разряжает якорь возрождения. Внимание, звук. Звуки абсолютно схожи, но расходятся только в одном этап звуковом порядке. Технически нельзя вытащить светокамень из якоря возрождения. Однако порядок звуков четвертой дорожки говорит нам о том, что это делать можно. Особенно его постепенно спадающий тон, как будто якорь реально разряжают. Вытащить светокамень из якоря и разобрать его могли только пиглины. Ведь они торгуют и плачущим обсидианом, и самим светокамнем. Пустоши Ады являются пятым и финальным биомом. Отличительной особенностью этих ландшафтов является то, что они постепенно рушатся. Судя по звукам, камни постоянно падают об землю. В ландшафте образуются трещины, а из населения тут вовсе зараженные свинолюди. Большинство звуков это именно какое-то разрушение. Сильный звук свиста, и я думал, что это что-то необычное, но покопавшись во всем этом, я пришел к выводу, что это не что иное, как ветер пустоши, просто пролетает через каньоны, которых большое количество именно в этом биоме. Это единственное место в аду, которое уничтожено. И даже долина душ или искажения выглядят более живыми, чем просто пустая разбитая поверхность ада. Многим может показаться, что это раскаты грома, но что за молния может быть в аду? Это падение камней, или же доносящиеся издалека взрывы от шаров выстрелов Гаста. Разработчики, добавляя в нижний мир биомы, внесли в них целую историю. Отдельную атмосферу и отдельный повод бояться каждого биома и гадать, кто там вдалеке издает эти звуки. Некоторые биомы рушатся, некоторые полны жизни, а другие искажены до неузнаваемости. В сегодняшнем видео мы постарались пролить свет на еще одну тайну игры. И я надеюсь, что вы узнали о Майнкрафте немного больше. Не забывайте подписываться на канал, и видят много интересного про Майнкрафт, ну и оценивать это видео лайком. А на этом я прощаюсь, с вами был Грит, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok